Пивоваренная компания Балтика поздравляет вас с Новым Годом и Рождеством! Пивоваренная компания Балтика поздравляет вас с Новым Годом! И вот Белоснежка, как всегда, съедает это злосчастное отравленное яблоко, идет спектакль полный, зал народу, 1-го числа тогда играли, 1-го числа, сейчас, слава Богу, не играют, представляете, как вы играете, артистам и так далее. И вот сидят, полный зал народу, родители спят, естественно, 1-го числа в 10 часов утра, дети все веселые, выспались. И вот Белоснежка ест это злосчастное яблоко, и весь зал... Рыдает. Нет, неистово орет. Не ешь! Не ешь! И доводит она, это Белоснежка, весь зал, как стаза, понимаешь, она медленно, медленно подносит это яблоко. Она пьяная актриса, да? Нет, нет, она не пилая девочка. Медленно мне подносит, ну это эффект какой-то, пауза, мхатовка. Не ешь! Не ешь! Ногами стучат, понимаешь, игрушки, хлопушки, она все равно подносит. И уже вторник. И жрет это яблоко, медленно опускается, и табуреточки стоят, медленно опускается на эти табуреточки, и якобы умирает. Тишина идеальная. Муха пролетит. И вдруг такой, знаешь, созревающий голос мальчика. Дура, говорили тебе, не ешь! И все, она лежит на переднем плане и начинает у нее дергаться живот. Понимаешь? У нее начинает дергаться живот, так она, актриса, была молодая, не могла сдержать смех, естественно. И она начинает так ржать, бедная, мертвая. Белоснежка, что пришлось закрыть занавес. 1-го числа в 10.00 не состоялся спектакль, практически Белоснежка уже не ожила, потому что продолжать было бесполезно. Закрыли занавес, зрители тоже, естественно, упали потом в сосмеху, и артисты все упали в сосмеху, потом хорошо напились, отметили это дело. Потому что у девочки, у девочки был дебют в 1-го числа. С этого момента она началась пить. Но потом стала замечательной актрисой. Вот такая штука у меня была 1-го числа, какого года, сейчас скажу, 1997, нет, 99-го года. Это совсем не надо. Ой, 89-го. 89-го. А я, кстати, слышал еще тоже вариант, вот тоже такой белоснежки. Нет, 79-го года. Это тоже белоснежки, это когда, значит, один гномик, один, значит, как бы, он с Бадуна тоже первый... Это вторник. Вторник, да. Он, значит, с Бадуна, он под елочкой спит, и его тут же, ну, быстренько заменили. Вот. И он, значит, там уже 7 гномиков, белоснежка, а вдруг он, значит, просыпается, ну, как бы, да, вот там все прошло. И он чувствует, что там на сцене его текст говорят, ну, кто-то, он слышит, что сейчас надо выходить. И он выглядит восьмым гномиком. Вот тоже дети-то упали. Отлично, да. Поля в клуб, да. Поскольку старый Новый год, в молодости, когда у тебя дебют, у меня был, я все морозили. Дед Морозов, ну, актеры, знаете, мало получают драматически. И Новый год начинал с пахота. Все играли Дед Морозов. Причем днем, утром детскую елку, вечером взрослую, иногда текст путаешь. Ну, там раньше в советские времена были специально такие написанные инструкторами, как елку играть. И обязательно в детском саду, например, я был на елке, когда дети изображали новогодний спектакль. Например, были такие тексты. Бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу. Даже такой был. И вот я Деда Мороза играл. И, значит, загадки загадывает, естественно, Дед Мороз. В стихах, да, вот эти вот стихах? Нет, загадочки загадывают. И я загадую загадку очередную. У них идет свой сценарий. Дед Мороз со Снегурочкой присутствует. И потом начинает загадывать загадки. Ну, я им там загадываю. Висит груша, нельзя скушать все. Значит, лампочка. Не лает, не кусает дом, не пускает замок. И потом я, значит, думаю, какую в младшей группе говорю. А вот отгадайте, Дедки, загадку. Кто над нами кверх ногами? И все дети хором младшей группы. Ленин. Я, это лет 20 назад. Ну, из партии было скушено сразу. Ни член партии не был, слава богу. Так, и пауза. Дед Мороз начинает трястись. Я говорю, ну, нет. Эй, Ленин, дети, кверх ногами висеть не может. Зачем запутался. И покраснел Дед Мороз. Я был очень, так сказать, верил в советскую власть. И тогда, ну, законопослушный был. И когда кончилась ёлка, я... Меня в следующую группу, чтобы познакомить со сценарием, я разгримированный. А все эти самые репетиции для детского сада проходили в комнате музыкальной, где стояла пианино. И я захожу туда, значит, думаю, что это ребёночек. И вдруг группу, у которой будет в два часа ёлка, заводит воспитательницу, такие маленькие клопы. Она их всех за ручку так заводит. А, значит, над пианино висит на стенке портрет Ленина. Она говорит, деточки, кто над нами? Они все, Ленин, поздороваемся. Здравствуй, дедушка Ленин. И я понял, почему. Потому что я невольно впал в интонацию воспитательницу. Дальше они уже не слушали. И я говорю, детки, кто над нами? Всё. Это первая фраза, потому что у них обычный ритуал на репетицию Ленин. И всё. Короче, веришь ли не веришь? Веришь. Был это или нет? А я знаю тоже ещё какой-то случай, когда, значит, воспитательница, значит, такая, ну, она уже по окончании праздника, она такая, значит, с кривыми ножками как бы вылезает на сцену и говорит, дети, а сейчас давайте на букву М скажем, кто самый желанный гость на новогоднем празднике. И все дети хором. Милиция! Пивоваренная компания «Балтика» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Я уже работал в Горьком. Сейчас в Танишнем Новгороде. Вообще это, я поработал в пяти театрах, в пяти городах, это мой пятый театр. Литун. Литун, да. Горьк не слышит? Ага. Не слышит. Вот, и когда я работал в Горьком, там тоже шли, естественно, каникулы детские. Ну, и мы тогда играли с комарохов. Я был очень смешной с комарох. Почему был? Ну, сейчас я уже стал чуть-чуть потом. Ну, ты даже смешнее был. И моложе был, тогда я был смешнее. И лучшим качеством было. Не знаю, не знаю. Так вот, слушай. И у нас шел спектакль такой-то, такой-то, я уже не помню. Но принцип был такой, что пока дети зайдут в зал, мы развлекали их, как с комарохи. В фойе. В фойе. Там родители, дети, где-то тысяча людей. И, ну, дети, естественно, рассказывали стишки, пели песенки, им давали конфетки, подарочки. Все было замечательно. И у нас такой Юрка был, ну, не буду говорить фамилии. Хороший парень, высокий, русский, красивый. Ну, действительно, настоящий с комарох такой, которого можно представить и вообще в кино у нас такой, киношный очень был актер. Вот, и он берет как-то залихватки пацана, ему года четыре этому пацану, берет вот сюда, сажает на плечо, дает микрофон, говорит, ну, мальчик, расскажи стишочек, конфетку получишь. И он, мальчик, берет микрофон. Я прошу всех прощения, потому что там есть слово, которое... Все закрыли уши. Нет, я его заменю, но вы представляете, что... Пик, пик будет. Пик будет. Ну, хорошо. Но я все равно его заменю, потому что он грубоватый. И он на весь театр. Эх, конь волоной, белые копыта, когда вылаз ту большой, натрахаюсь досыта. Ну, вы представляете, что он сказал? Пауза, как всегда, идеальная. Что делать в этой ситуации? Аксентий, а фамилию сказал, Юрка, берет микрофон, не растерявший, говорит, родители, подойдите за подарочком, пожалуйста. Вы не представляете, никто не объявился. Он его так погладил, дал ему конфетку, говорит, ну иди, сиротинушка, иди. Надо сказать, расти быстрее. Да, да, да. Расти быстрее. Вот такая была у меня история, Саша. Деда Мороза однажды на елке, ну, видел он так немножко выпивший, и видно, он как бы перепутал. И вот есть такие вот, как бы, стишаты, да, когда дети должны в рифму, как бы, сказать там, да. Там какой-то косолапый, всю соседу он лапу, очень любит он реветь, а зовут его, и все дети, медведь. И вот он даже, Дед Мороз как бы так перепутал, видно, когда пришел, так с блюна, он так приходит и говорит, ну, сейчас, детишки, я вам загадку, значит, прежде чем нальете стопку, вам понадобится вилка. Ею сковырнете пробку, это, детушки, и так видите, бутылка. Правильно, вот, потом. Мы на ней сидим весь день, очень любит хлопать, папин кожаный ремень, место это... Попа. Попа, правильно, потом. Папу с мамой не корми, ни халвой, ни кексом, занимались бы они, чем бы только... Сексом. Сексом, ну и последним у него было гениально, он так выходит и говорит. Часто на норке ходил, я чувствую. Всем дает, но не подарки, оставляет на ночь спать за рубли, за марки, кроны, ну, конечно, это... И тут маленький мальчик, маленький мальчик, кстати, кричит, кровать! Анекдот белорусский, можно? Да. Я 20 лет в Беларуси проработал, белорусский анекдот, можно? Два брата, сельский и городской, ну, по-белорусски Вясковый и городской. Вот сельский брат приезжает в гости городскому брату Вясковый, ну, отпочивая, отдыхая, радио слухая, брат, и городской на работу ходит, он радио слухает, телебача не глядит, и все, добро. Вечером возвращается с работы городской брат, и Вясковый, брат его пытая, ну, спрашивает. Слухай, братка, я тут что, по радио, у вас скажут, действительный член и член-корреспондент. Вот чем они отрымливаются друг от друга, отличаются. Он говорит, ну, як тебе популярно растолмачить, разъяснить. О, в окно, бачишь, собачья свадьба. Вот той кобели, який носучки, это действительный член, а те кобеля, что рядом, это член и корреспондент. Пивоваренная компания «Балтика» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Расскажу я такую, в общем-то, философскую, я бы сказал, историю. Я когда-то жил в городе Биробиджане, это очень далеко отсюда. Я русский парень, плыву по речке, да? Вот такой номер серии. Ну, это потом. Вот, и у меня был, и до сих пор у меня есть друг Ленька Пржевальский. Вот такая фамилия у него была. А так это лошадь Пржевальский? Так вот, честь Леньки назвали. Он сейчас в этой стране живет. Он знаменитый друг. Да, Ленька Пржевальский. И мы жили практически, у нас был дом на двоих, и мы жили вот так вот через стенку. Дружили мы, одногодки были. То есть в одном доме как бы, да? В одном доме, да. Две семьи. Да, две семьи. Но они жили богато, потому что у них были свиньи. И у него был отец и мать. А у меня была только мать. Нас было четверо детей. И свиней не было? И свиней, естественно, не было, да. И я к нему каждый раз приходил, звал его гулять, играть. Несколько лет, ну, наверное, 8-9 было. Я его звал. Он говорит, сейчас, потому что шел завтрак. Я как вспомню этот завтрак, очень вкусный такой завтрак. У них, значит, всегда шкварочки эти, знаешь, там, ну, они действительно вкусно завтракали. А у меня там хлеб с мальцем, там еще что-то. Икру сверху. Красник. Если бы, да. Ну, тогда икра была проще, кстати. Очень простая. В Миробиджайке, там, Владивосток, там икры. За хлебом в очередь стояли, а икры было... Ну, а у него папа сидит во главе стола. Итак, ложка. Дядя Миша Пржабальский. Ты чтоб хлеба достал. И вот он... Только что с лошади слежал. И вот он... А, я положил, Вер, не знаю, положил. Что положил? Ну, так вот, не знаю, что положил. Тоже семерку, наверное. И вот дядя Миша меня постоянно спрашивает. Видит мои голодные глаза. И он спрашивает. Чего есть хочешь? И делает так. Это он мне делает. Я говорю. Да не, я не хочу, дядя Миша. Все нормально. Да я вижу, что... Есть так хочешь? Я говорю. Вы угадали. Не хочу. Да брось ты, не стесняйся. Ну, если хочешь, так... Или не хочешь? Ну, хочешь? У него просто то ли тик был, то ли что-то... И вот он издевался. Постоянно приходил. Мне так обидно. Я не знал, как себя вести. А если, естественно, не давал? Ну, не. Потом давал, конечно. Но это издевательство было. Понимаешь? Он такой получал в этом какой-то... Он говорил, ты не есть. Кайф, да. Кайф, да. Его проходит какое-то время. Вообще, это, конечно, Амаркордовская ситуация. И по нему можно было какой-нибудь сюжет. Такой один из эпизодов. И вот проходит какое-то время. И Ленька ко мне подходит. Приходит ко мне в дом и говорит, пойдем, посмотришь. И мы выходим. Я слышу, похоронный марш играет гармошка. Губная? Нет, нормальная гармошка. Ну, гармонь. Русская гармошка. Тёщу хоронили, три баяна порвали. Совершенно верно. Там не тёщу хоронили. И вот он подзывает меня к забору. Там забор, всё. И мы смотрим, смотрим за забором. Лежит мёртвая свинья. Его. То есть... Дяди Миши. Дяди Миши. Выживает. Здоровая мёртвая свинья. И он на этой свинье сидит... И головы мотают. Нет, подожди. Сидит. Ну, что вы такие? Вам лишь бы... Вам лишь бы, понимаешь, перед экраном. Выпендрит. Да, извини, пожалуйста. И вот на этой свинье лежит ковёр богатый, который у него был. И сидит на этом ковре дядя Миша. Плачет и играет. Он играл на гармошке. Похоронный марш. А свинью должны были вот-вот зарезать. И она умерла. Нет, она умерла. Она не дождалась убийства. Лёнька, говорю. Лёнька, говорю. Что случилось? Он говорит, я её отравил. За тебя отомстил. Ух ты. Знаешь, какой у меня был друг Лёнька? И есть Пржевальский. Патриотический поступок. Да. Правда, я рассказал, Лёнька? А ты у меня рассказал? Это Валентин Павлович. Ему, да. Так это всегда правда говорит. Правда, я сказал или неправда? Красивая история-то, а? Классная история. Она настолько хороша, что я не могу даже подставить под сомнение этот рассказ, поскольку фамилия знаменитая Пржевальский. Артисты известные. Может быть, как раз тебя не покормив той свиньёй. Ты сейчас и вырос в хорошего артиста. Я думаю, что это правда. Ну? Да, это правда. А что там-то было? Да там была неправда. Это правда. Ну, ты надо выиграть. Да ладно, перестань. Нет. Ну, это правда. Что я буду брать? Ну, это правда.